Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Если можно, подскажите, пожалуйста, чем можно помочь себе в состоянии сильного стресса. Я очень долго болела в общей сложности год. Долгие потери работы, потери сил, суды, исполнительные производства, волосы летят пучками и клочьями. Мне кажется, я никогда не буду больше смеяться и радоваться. Я очень одиноко, не с кем поговорить. Давно уже привыкла молчать. Попадала в разные передряги, с них выходила, тут сломалась. Хочу вернуть себе веру в жизнь и желание жить. Подскажите, пожалуйста, как? Человек с именем Лев Ляна пишет такой вот вопрос. Ну, в первую очередь, конечно, вам много сочувствия хочется здесь высказать, потому что ситуация у вас действительно тяжёлая и, как бы, я думаю, что то, что вы держитесь, то, что вы справляетесь, несмотря на то, что вы держитесь. То, что вам совершенно, ну, совершенно откровенно тяжело и трудно. Вот, конечно, в этом смысле вы большая молодец. Правда, несколько, я бы сказал, настораживает то, что вы, вот, как бы, описываете такую ситуацию, где, в частности, говорите, о том, например, что, ну, никогда не ломались, да, тут сломались. То, что с иными словами, как-то вот вы в данном случае привыкли, привыкли быть, как будто бы всегда, всегда сильной привыкли вы быть. И то, что вы одна по итогу, это, конечно, является, на мой взгляд, результатом вашей модели поведения. Модели поведения весьма и весьма, я бы сказал, не самые конструктивные, потому что, ну, как бы, в одиночку справляться совсем довольно тяжело и, в общем и целом, совершенно необязательно. Поэтому я бы вам рекомендовал здесь, если говорить о том, вот, непосредственно, если говорить о том непосредственно, чтобы, чтобы я, да, чтобы я рекомендовал, то я бы рекомендовал, пожалуй, как бы, ну, обзавестись людьми, которые хотели бы и могли, могли бы вас как-то поддерживать, вот. То есть, наладить контакт. Это вот, на мой взгляд, первое и основное, что можно сказать. Конечно, вы можете, в свою очередь, заявить, что это не решение проблемы, но это правда. Это абсолютная правда. Проблемы за вас ваши никто не решит. Я думаю, что... Ну, я надеюсь, по крайней мере, на то, что... Вы... 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 Я надеюсь, по крайней мере, на то, что вы на это и не рассчитываете. Я надеюсь больше на то, что... Вы сейчас... Находитесь, так скажем, в поиске ресурса. Вот. И если это так, то... Ресурс вам, конечно, поможет, в том числе, обрести другой... Другой... Другой человек. Другой человек. Вот. Это первое, на что хотелось бы обратить вам ваше внимание. Второй... Второй важный момент заключается в том, что... У вас, как мне кажется, отсутствует вообще четкое понимание того... Ну, как бы... Зачем это все? Для чего это все? То есть вот... Да? Зачем я это все делаю? То есть мне кажется, что в какой-то момент вы от себя просто оказались отвернуты максимально. Вот. Насколько возможно. Вот. Да. Проблемы... Проблемы, безусловно, возникают. Проблемы, безусловно, случаются. Но... Если человек от себя отвернут, если человек себя потерял, если человек себя не слышит, то... Естественно, что проблемы будут давать от себя в любом случае. Так или иначе. Я бы сказал, что по-другому быть, к сожалению, не может. Вот. Вот. Поэтому... Я бы вот рекомендовал вам обратиться к себе, да, и задавать себе вопрос. А зачем я это сделал? Для чего я это сделал? Вот. То есть ради чего это все? Вот. Зачем это все? Это вот, на мой взгляд, то необходимое, что вам нужно сейчас. Вот. Конечно, вы можете со мной поспорить, да, сказать, что это не совсем то. И, в общем и целом, я не буду вас преупреждать. Просто вот, как бы, с точки зрения психологии, я бы вот назвал бы такой аспект. Следующее, что бы я рекомендовал сделать, это учиться замечать то, что происходит с вами прямо здесь и сейчас. То есть, ну, совершенно очевидно, да, что вы много внимания, подавляющее количество своего внимания уделяете тому, что, например, либо будет, либо вы большое количество внимания уделяете тому, что было, вот, но никак вы не уделяете внимания тому, что здесь и сейчас с вами происходит. А то, что происходит здесь и сейчас, вообще-то говоря, очень важно. Вот. Но если вы этому не уделяете свое внимание, если вы на это не обращаетесь свое внимание, если вы не придаете сколько-нибудь этому значения, если вы привыкли не смотреть на здесь и сейчас, ну, вот, обесценивая это, ну, я бы сказал, таким более-менее привычным образом обесценивая, то, конечно, в этом плане ситуация для вас будет вряд ли улучшаться. Потому что здесь и сейчас очень важно. Если человек здесь и сейчас никак не обращает свое внимание на здесь и сейчас, то он рискует, в общем и целом, потерять себя. Ну, собственно, что с вами вот в какой-то степени и, как бы, происходит, к сожалению. Вот. Поэтому здесь и сейчас то, что я вижу, то, что я слышу, то, что я чувствую, то, что я хочу, то, что я замечаю. Вот. То есть максимально обращать внимание на здесь и сейчас на свои чувства. Вот. Прислушиваться к себе, прислушиваться к своим чувствам также очень важно. То есть что это значит? Да, значит, что позволять, условно говоря, своим чувствам, своим эмоциям быть размещенными в контакте с другими людьми. Вот. То есть, как бы, сейчас, опять же, если вы этого не делаете, если сейчас вы этого не делаете, то вы, как бы, рискуете постоянно себя, ну, постоянно пропускать то, что с вами происходит. Вот. Хорошая из этого получается. Вот. И последнее, на что я хочу обратить внимание, это определить для себя то, что вы можете изменить и то, что вы не можете. То есть, признать свои ограничения на самом-то деле. Признание своих ограничений является важной составляющей психической жизни человека. Вот. Без признания своих ограничений, без замечания, без понимания того, что я могу, что я не могу, что я реально могу, что я реально не могу, человеку вообще-то очень сложно существовать. И надо сказать, что совершенно справедливо, потому что, ну, когда человек требует от себя, в общем-то, каких-то свершений, которые для него, мягко говоря, нереальны, да, то есть, каких-то свершений, которые для человека, мягко говоря, вообще не достижимы. Но вот, то, конечно, тут, в общем и целом, могут возникать, ну, достаточно серьезные проблемы. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы на это также обратили внимание, да. Вот. Что я реально могу и что я не могу. Вот. Что реально мне по силам и что мне не по силам. То есть, где мои ограничения. Ну, вот. Как я вижу, как я воспринимаю свои ограничения, как я их чувствую. Вот. Чувствую ли я их вообще. Потому что мне вот, например, показалось, да, что... Что не чувствуете. Мне показалось, что свои ограничения вы привыкли игнорировать и... Значит. В этом, как бы, заключается львиная доля, ну, ваших, скажем так, проблем. Вот. Хотя, безусловно, понятно, что, наверное, проблематика не только в этом. Заключается. Как минимум. Вот. И, в целом, я бы рассмотрел возможность для себя психотерапии, потому что, опять-таки, то, что с вами... То, что с вами сейчас происходит, не является случайным. Вот. То, что с вами сейчас происходит, является скорее, ну, знаете, таким следствием. Вот. Это следствие вашей модели поведения. Вот. Причем, модели поведения вашей... Я бы сказал, эм... Систематичные модели поведения. Потому что, вот, именно... Ну, систематичные, на постоянной основе... Эээ... Систематичные, на постоянной основе... Эээ... Набор... Эээ... Поведенческих паттернов. Эээ... Вот. Эээ... 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 Которые... Эээ... 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 Ээээ... 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 Может быть, вы за что-то, например, себя наказываете, вполне возможно, что вы себя за что-то наказываете. Может быть, вы как-то относитесь к себе. Все это, безусловно, может проявляться в том, что сейчас в вашей жизни происходит. Вот. И что важно? Важно, с одной стороны, не обесценивать свое участие в том, что вы делаете, но и не возвеличивать его до абсолюта. И то, и то было бы, ну, иллюзией, скажем так. И, повторюсь, вам нужна психотерапия. Вот. Вы обязательно в порядке. Поэтому постарайтесь найти возможность для того, чтобы регулярно поработать с психологом, выразить все свои чувства, прожить их. Это тоже снимет эмоциональный тон. Учитесь не молчать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволь к вам начать на с собой работу. Желаю вам всего доброго и удачи.